Добрый вечер, Георгий Иванович, Светлана Анатольевна. Добрый вечер, глубоко уважаемые коллеги. Позвольте представить Вашему вниманию следующее сообщение, посвященное переоперационной лекарственной терапии саркома мягких тканей. Мы уже сегодня слышали не раз, ни в одном докладе о том, что саркома мягких тканей представляет собой достаточно гетерогенную, сложную и достаточно редкую группу опухолей, злокачественных опухолей мезонахимального происхождения в структуре онкологической заболеваемости взрослых. Это всего лишь 1%. А вот у детей в детском возрасте эта опухоль встречается значительно чаще, составляя примерно 10-15%. Саркомы могут локализоваться абсолютно в любой части тела, но примерно 50% всех случаев – это конечности, верхние или нижние конечности. До 30% занимает брюшная полость из-за брюшенной пространства и полость малого таза. И значительно реже встречается саркомы с локализацией в грудной клетке или в области головы и шеи. Показатели пятилетней выживаемости составляют порядка 60-70%. Такой колоссальной цифры удается добиться только благодаря ранней диагностике и адекватному хирургическому лечению, адекватному хирургическому пособию у пациентов с ранними стадиями. Чрезвычайно гетерогенные опухоли с точки зрения клинического течения и с точки зрения морфологической картины. В целом эти опухоли характеризуются невысокой чувствительностью к системной лекарственной терапии. Ну и если развивается диссиминация процесса с поражением внутренних органов, то в этом случае медиана выживаемости больных значительно снижается и не превышает 8-12 месяцев. Ну вот наиболее такой излюбленной локализацией для метастазов у сарком является именно легкие. До 90% больных метастазируют с поражением легочной ткани. Чуть меньше 10% это поражение костной системы, а вот поражение печени и лимфатических узлов встречается существенно реже. Какие прогностические факторы для нас важны при выборе терапии больных с сарком и мягкой ткани? Они условно подразделяются на три основных группы. Это клинические, к которым относится возраст пациента, наличие или отсутствие значимой, клинически значимой сопутствующей патологии и общее состояние пациента. Характеристики опухоли, локализация, размеры опухоли, глубина инвазии в окружающей ткани, адекватность, возможность выполнения хирургического пособия и чувствительность к лекарственной терапии. И патоморфологические, о которых сегодня уже Анна Сергеевна очень подробно нам говорила, основным фактором прогноза для пациентов с сарком и мягкой ткани является именно гистотип опухоли. И с точки зрения клинициста для нас важно увидеть в заключении патоморфолога такие параметры, как методическая активность, наличие некрозов, площадь некротической ткани, ну и самое главное, это степень клеточной дифференцировки. Если мы говорим о размерах опухоли, то это уже не секрет, давным-давно доказано, что размер опухоли ассоциирован с метастазированием гисцеральной органы. Чем больше размеры первичного очага, тем риск метастазирования значительно выше. Если это размеры 5-10 см, то каждый третий больной будет метастазировать с поражением тех или иных внутренних органов. Если этот размер 10-15 см, чуть меньше половины больных, а если размер достигает 15-20 см, то риск метастазирования составляет уже 60%. Локализация опухоли. Локализация опухоли является крайне важным симптомом. И к неблагоприятным локализациям относится локализация в брюшной полости, забрюшиной и во внутренних органах. Дело в том, что брюшная полость, малый таз позволяет вырасти опухоль, достичь значительных размеров. И на момент первичной верификации, на момент появления первых клинических симптомов опухоли имеют уже достаточно крупные размеры, нередко инвазируя и инфильтрируя окружающие органы ткани, о чем сегодня уже говорили, с поражением жизненно важных магистральных сосудов, нередко инвазия в ворота печени. И в этой ситуации, конечно, возможности хирургического вмешательства или лучевой терапии резко-резко ограничены. Вот на данном слайде представлены достаточно редкие локализации. Это саркома пищевода, это саркома сердца, нижний слайд, саркома сердца, саркома пищевода и забрюшенная расположенная опухоль. Сразу скажу, что все слайды, которые представляются в этой презентации, это собственный опыт нашего центра, совместная работа хирургов отделения общей онкологии, совместная работа радиотерапевтов, специалистов лучевой диагностики и нашего химиотерапевтического отделения. О гистологических вариантах сегодня уже говорили. Кто-то говорит о том, что их более 100 различных по типам, кто-то говорит, что уже их более 150. Ну вот на слайде представлены наиболее часто встречающие, причем и злокачественная фиброзная гистетистома, рабдамио саркома, энгио саркома, они характеризуются наиболее агрессивным характером течения. Что мы знаем о неодевантной химиотерапии на сегодняшний день? Что это такое вообще? Нодевантная терапия – это короткий курс, который состоит буквально из двух, ну максимум четырех циклов химиотерапии, которые мы проводим пациентам до операции. Цель – это уменьшение размеров опухоли и, естественно, повышение резиктабельности. То есть мы стремимся всегда к тому, чтобы резиктабельность была в объеме R0. Естественно, это элиминация возможных микрометастазов. Ну и кроме того, тот терапевтический ответ, который мы увидим на фоне терапии или патоморфологическая характеристика, которую мы увидим уже в результате хирургического лечения, могут нам на будущее подсказать стратегию, выбрать стратегию лечебной тактики, поскольку мы определяем эффективность препаратов у конкретного больного, конкретного цитостатика. То есть определяем эффективность ин-виво. И несмотря на то, что мы достигаем определенных эффектов, несмотря на то, что мы видим регресс опухоли, несмотря на то, что мы видим снижение, может быть, агрессивности течения опухоли морфологически, но несмотря на то, что даже будет выполнена консервативная хирургия, к сожалению, проведение неодевантной химиотерапии не оказывает влияния на безрецидивную и общую выживаемость. Итак, когда же мы можем говорить о неодевантной химиотерапии? Если мы посмотрим и обратимся к тем рекомендациям и стандартам, которые у нас существуют и которыми руководствуемся в повседневной клинической практике, то рутинно неодевантная химиотерапия не назначается. Это изолированная группа пациентов. Мы сегодня уже неоднократно об этом говорили. Это больные, которые имеют значительные размеры опухоли, 5-10 сантиметров и более. Это опухоли, которые глубоко инвазируют в окружающие органы и ткани. Ну и прежде всего, это высокоагрессивные опухоли с низкой клеточной дифференцировкой. В 2017 году состоялось заседание в Амстердаме специалистов, которые занимаются лечением сарком мягкой ткани. 12 различных центров мира, которые занимаются этой проблемой. Эксперты голосовали за целесообразность выполнения неодевантной химиотерапии. И решение экспертов было аналогичным. Не все больные. Изолированная группа пациентов. Это все больные, которые имеют низкую степень дифференцировки. Это все больные, которые имеют значительные размеры опухоли. И это все больные с глубокой инвазией в окружающие органы ткани. Вообще, в целом, все варианты сарком мягкой ткани в зависимости от чувствительности к лекарственной терапии можно условно подразделить на несколько групп. Высокочувствительными считаются саркома Юинга. Рабдомиа саркома и ангиосаркома, несмотря на свой агрессивный характер течения, обладают высокой чувствительностью к лекарственной терапии. Сюда же относятся синавиальная саркома и миксоидная липосаркома. Средней чувствительностью обладают другие ипотипы лепосаркома, лемиосаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, десмопластическая круглоклеточная опухоль. Низкой чувствительностью характеризуются все хондросаркомы, фибросаркомы и гемангиоперицитома. И абсолютно резистентными и нечувствительными к лекарственной терапии являются альвеолярная светлоклеточная саркома и гастроинтестинальная стромальная опухоль. Это одно из первых исследований по неудивантной химиотерапии, в котором приняли участие как раз пациенты с высокоагрессивным характером течения и высоким риском рецидива заболевания. Опухоль больше 8 см и низкой степенью клеточной дифференцировки. 134 пациента были рандомизированы на 2 группы. Группа больных, которые получали доксорубицин 50 мг и фосфамид в дозе 5000 мг. Суммарно было выполнено 3 цикла с последующим хирургическим лечением. И вторая группа – это больные, которые сразу подвергались хирургическому воздействию. И что мы видим? При медиане наблюдения 5 лет показатели безрецидивной выживаемости абсолютно идентичны. Показатели общей выживаемости тоже не отличаются. То есть еще в 2001 году авторы сделали вывод о том, что проведение неодевантной химиотерапии не увеличило безрецидивную и общую выживаемость. Возможно, это связано с тем, что использовались такие несколько заниженные дозы цитостатиков. На сегодняшний день мы используем дозу примерно в 50 раз выше, нежели в этом исследовании. Другое исследование более свежее. Но с 2016 года примерно дизайн исследования был аналогичный, как и в предыдущем исследовании. Большая когорта пациентов – 132 пациента, которые приняли участие в этом исследовании. Точно так же это больные, которые имеют высокий риск рецидива. Это большие размеры опухоли. Это глубокая инвазия. Это низкая степень дифференцировки опухолевых клеток. Здесь больные были разделены на две группы. Первая группа – это получали более адекватные дозы химиотерапии. Эперубицин и фосфомид – три цикла с последующим возможным химиолучевым терапией и хирургическим лечением. А вторая группа – это больные, которые получили три цикла. Возможная химиолучевая терапия, хирургическое лечение. А в последующем продолжили и выполнили еще, получили два цикла адювантной терапии. Здесь медианное наблюдение более длительное. 10 лет она составила. И мы видим, что и в этом исследовании при медиане наблюдения 10 лет показатели выживаемости абсолютно идентичны. Но вот это исследование было подвергнуто достаточно значительной критике. Прежде всего, это было связано с тем, что, как и в предыдущем, здесь не было подгрупп по изучению гистотипа. То есть разные морфологические варианты по-разному отвечают. Но самое главное, здесь не было контрольной группы. То есть группы больных, которые были бы подвергнуты только хирургическому лечению. И, естественно, закономерным стоит вопрос о том, чтобы представить обобщенные данные по чувствительности различных вариантов саркома к тем или иным цитостатикам. Ангиосаркома – это в основном препараты токсанового ряда липосомальной формы доксорубицина. Рабдомиосаркома – это стандартный доксорубицин, доктинамицин, венкристин. Леомиосаркома – это чувствительность к трабектидину, к комбинациям на основе гемцитабина. Липосаркома и миксоидная липосаркома – это тот же самый трабектидин. И синавиальная саркома обладает чувствительностью к эфосфамиду в высоких дозах. И вот это исследование, результаты этого исследования, это исследование грудь, которое представил нам АСКО в 2018 году. Здесь большая когорта пациентов, почти 300 больных приняли участие в данном исследовании. Все больные, которые имели высокий риск рецидива, все те же критерии, низкая степень дифференцировки, большой размер опухоли и глубокая инвазия. Но в это исследование включались пациенты только с определенными гистотипами. Либо это недифференцированная плеоморфная саркома, синавиальная саркома, миксоидная липосаркома и леомиосаркома. Больные были разделены на две группы. Первая группа больных, которые получали стандартный режим химиотерапии, эпирубицины и фосфамид. Три цикла с последующей химиолочевой терапией, участием пациентов и последующим хирургическим лечением. И вторая группа – это больные, которые в качестве неодевантной химиотерапии получили вариант лекарственного лечения в зависимости от гистотипа. Так, больные миксоидной липосаркомой получали тробетидин, леомиосаркома – это гемцитабин-докарбазин, синавиальная саркома – и фосфамид. И недифференцированная плеоморфная саркома – это режим гемтакс. При медиане наблюдения почти 4 года, 46 месяцев, это исследование было приостановлено досрочно, потому что было показано, что проведение стандартного режима химиотерапии в неодеванте значительно превалирует с точки зрения показателей безрецидивной и общей выживаемости больных. И только больные миксоидной липосаркомой, которые получали тробетидин, они продемонстрировали примерно такие же результаты. Если мы посмотрим на кривые выживаемости, то мы видим, что больные, которые получают стандартный режим химиотерапии фосфамид и доксорубицин, они имеют более колоссальные цифры безрецидивной и общей выживаемости. В результате этого исследования авторы делают заключение о том, что в качестве неодевантной химиотерапии должен использоваться только стандартный режим и фосфамида и перубицина без учета гистотипа опухоли, а уже гистотип опухоли мы должны учитывать при диссеминированном опухолевом процессе. И, конечно же, когда мы говорим о неодевантной химиотерапии, это только мультидисциплинарная команда должна принимать участие в определении судьбы каждого пациента. Мы сегодня об этом уже не раз говорили, потому что все-таки это редкие локализации, и опыт каждого специалиста должен быть учтен. Он очень важен в КУПе для того, чтобы мы определили судьбу пациента. И только те пациенты, которые действительно имеют высокий риск рецидива, они должны подвергаться неодевантной химиотерапии. В противном случае надо помнить о том, что хирургическое лечение является основным столпом для локального контроля локализованных форм. Если больного можно прооперировать, его нужно, конечно, оперировать в первую очередь. Теперь касательно одевантной лекарственной терапии. Если мы говорим о стандартах и о рекомендациях, это также нестандартная опция. На сегодняшний день одевантная химиотерапия признана только для изолированных групп. Это, прежде всего, больные саркомой Юинга и больные рабдомиосаркомой, поскольку увеличивает время до прогрессирования и увеличивает время до возникновения отдаленных метастазов. Не касается это больных с локализацией опухоли в области брюшной полости, малого таза, поскольку нет влияния на показатели безрецидивной и общей выживаемости. Та же самая саркомная группа Амстердама 2017 года. Если мы посмотрим голосование экспертов за или против одевантной химиотерапии, 6 из 12 проголосовали за. Это те же самые критерии. Низкая степень дифференцировки опухолевых клеток, это большие размеры опухолевого очага первичной и глубокая инвазия. Вот если мы посмотрим, даже Р1 не является показанием для одевантной химиотерапии. И сегодня уже об этом говорили. Наличие резекции Р1 является показанием для ре-резекции. В 2018 году был представлен мета-анализ 18 различных клинических исследований с участием практически 2000 бальных сарком в мягкой ткани. В качестве одевантной терапии они получали либо доксорубицин в монорежиме, либо комбинацию доксорубицина и фосфамида. И в результате этого анализа было показано, что только комбинация и фосфамида, и доксорубицина снижает риск прогрессирования, риск смерти заболевания на 11%. Поэтому доксорубицин в монорежиме в одеванте неэффективен, а требуется, если нужна одевантная химиотерапия, комбинация этих препаратов. Вот так вот выглядят кривые безрецидивные общие выживаемости. И в итоге, когда нужна одевантная химиотерапия, это в том случае, если высокий риск рецидива. Все эти критерии мы уже слышали сегодня неоднократно. Хотя некоторые авторы обсуждают вопрос о наличии опухолевых клеток в краях резекции, но тем не менее на сегодняшний день мы знаем, что лучше стремиться к реерезекции. Кто является кандидатом? Это, конечно же, молодые пациенты без выраженной сопутствующей патологии с локализацией опухоли в области конечностей, поскольку локализация в брюшной полости, забрюшины и малом тазу не влияет на безрецидивную общую выживаемость. Ну и, конечно же, надо совместно обсуждать те риски и преимущества, которые пациент получит. Обсуждение совместно требуется, конечно же, обязательно. И вот последнее исследование, на котором мне бы хотелось тоже остановиться, это сравнение переоперационной либо неодевантной химиотерапии. Грончи 2018 год на АСКО докладывал результаты этого исследования. 328 больных саркомом мягких тканей были рандомизированы один к одному на два рукава. Первая группа – это больные получали эпирубицин, фосфамид, стандартные дозы, три цикла. Далее хирургическое лечение и далее этап наблюдения. А вторая группа – это пациенты, которые после завершения хирургического лечения еще получили два цикла химиотерапии в прежнем режиме. Период наблюдения составил 10 лет. Основной целью была оценка показателей общей выживаемости. И что мы видим? При медиане наблюдения 10 лет абсолютно идентичны показатели и без рецидивной выживаемости, и общей. Идентичны периоды возникновения рецидивов, как локального рецидива, так и отдаленных метастазов. И в результате этого исследования авторы сделали… Частота объективных ответов была идентичной, пятилетняя выживаемость абсолютно идентичная. И авторы сделали вывод о том, что в случае необходимости достаточно проведения трех циклов неодевантной химиотерапии. И нагнетать ситуацию с продолжением одевантной химиотерапии нецелесообразно. Вот так выглядит рекомендация НССН на сегодняшний день. Если мы обратимся и посмотрим, то видно, что больные с высоким риском рецидива заболевания должны подвергаться переоперационной химиотерапии, в последующем хирургическому лечению и наблюдению. И только у части больных можно рассматривать вопрос. Это категория 2 доказательности о проведении адевантной химиотерапии. И в заключение мне бы хотелось сказать о том, что, конечно, на сегодняшний день подходы в лечении больных саркомами мягких тканей существенно изменились. Но это касается хирургического лечения, это касается лучевой терапии. К сожалению, для саркома мягких тканей мы очень долго топчемся на одном месте, и за последние 20 лет в нашем арсенале не появилось ни одного нового цитостатика. Это, конечно же, требует поиска новых мишеней для улучшения результатов лекарственной терапии. Это и когорты больных. Может быть, требуется выделение каких-то определенных целевых групп, тех групп пациентов, которые получат большую пользу от именно комплексного лечения. Ну и отсюда вытекает, конечно, вывод о необходимости индивидуализации лечения и обсуждения каждого конкретного пациента на мультидисциплинарной комиссии. Спасибо. Спасибо. Спасибо.